Привет, броу! И если ты ждешь какой-то чернушечки по Apex Legends Mobile, то нет, ее сегодня не будет. Хотя это было бы логично, следуя из моего последнего поста в Telegram-канале. Ссылочка на него будет в описании. Ну и, разумеется, будет ссылочка в описании на игру. Скачал я ее с тап-тапа, без каких-то либо проблем. Тап-тапа спокойно устанавливается, спокойно запускается. Более того, глобальный релиз 17 мая. Игра на русском языке. И вот мы тут подходим к самому интересному и занятному решению компании. То, что Ру-региону и Белоруссии, чтобы поиграть в данную игру, придется сныть в VPN. Смысл было тогда ставить нахрен в нее русский язык, если она, получается, сделана не для русских. Не для русскоязычных. В чем смысл, в чем логика, ребята? Что вы думаете, что если вы будете ставить какие-то палки в колеса Ру-региону Белоруссии, что они будут плакать, не знаю, лить слезы, писать в комментариях, пожалуйста, сделайте нам нормальный доступ. Да ни хрена, просто не будут играть. И что вы думаете, Netmarble, NetEasy не примут бабло от Ру-региона? Еще как примут, да им вообще срать на вас. Китайские компании только рады того, что вы уходите с поля их конкуренции. Потому что Apex Legends могла бы хорошо сейчас, на данный момент, до конца мая, притянуть на себя очень большое количество игроков. А мы знаем, что в конце мая выйдет у нас Нина Куни, также будет бета-тест Мир М. И вот Apex прям мог бы хорошенько на себя оттянуть, оттянуть комьюнити. Даже во всех этих играх, где подразумевается какая-то социализация, какое-то общение, какие-то гильдии, команды и прочее, не столько играет роль бабло, которое зарабатывает компания, а то, сколько народу она к себе привлекает. Потому что ты не будешь играть в офигенный классный проект, если там будет, допустим, 10 человек, а пойдешь в Абоссаны, где будет 1000, просто потому что тебе там будет интереснее. Там будет какое-то общение, даже более того, когда игра, допустим, где-то стопорится, нет какого-то нового контента, когда большое разнообразие игроков, большое разнообразие PvP-контента, тебе всегда есть чем заняться, с кем подраться, получить новые эмоции. Расчет Electronic Arts я вообще не понимаю. Да нафиг тогда вообще ее выпускали для Rurion, просто бы сразу закрыли бы и все. Убрали бы русский язык, все порезали, сразу написали бы там No Russian Players и все в этом роде. Странно. Но через VPN поиграть можно. И, кстати, почему не будет чернуки, да? Многие ребята писали то, что жутко лагает, пинг, все дела. Ну, по крайней мере, пока я на себе такого не ощутил. Играл я через интернет Yota, через Wi-Fi модем, через VPN Thunder, через сервер Польши. И, в принципе, пинг был, ну, где-то до 200. То есть, в принципе, это очень даже офигенный пинг, при том, что я играю через VPN. Да, разумеется, чем меньше, тем лучше. И в таких сессионных королевских битвах, стрелялках, возможно, пинг играет очень существенную роль. Ну, пока, конечно, я ее не ощутил. Но, наверное, на более высоких рангах, да, разумеется, это будет играть огромную роль. И это будет влиять на отток игроков. Сейчас, верно, ребята могут пойти обратно в Call of Duty Mobile. Ну, сама игра мне, на самом деле, понравилась. Да, я кайфанул. Конечно, мало что у меня получалось. И я это, разумеется, могу объяснить просто огромным перерывом. Где-то в полтора года, когда я вообще не играл на какие-то стрелялки. Ну, и да, тут стрельба, конечно, поинтереснее будет, чем в Call of Duty. Тут прям хорошо уводит. И, разумеется, по первым каткам очень непонятно, что собирать, что вставлять и что делать. Тебе спасибо за просмотр. Увидимся на следующем видусике. Обнял, переподнял, пиши свои комментарии. И не забудь переходить по ссылочке в описании в телеграм-канальчик. Буду тебя там ждать и читать полностью. Субтитры сделал DimaTorzok